Всем здарова! Меня зовут Богатейший Ди. Теперь, когда криптовалюта официально мертва, время сменить формат моего канала. Я буду обозревать товары. Начнём вот с этого симпатичного держателя для наушников. Наушники не путаются. Невероятно универсальный держатель. На самом деле я больше предпочитаю использовать крючки для своих наушников, ни разу ещё не подводили. Кроме наушников, на такой крючок можно повесить всё, что угодно. Например, флешку на верёвочке, браслет или себя. Это была плохая шутка. Похоже, я совсем не кальвинист. Давайте возвращаться к криптовалюте. Сегодня я попробую объяснить свою точку зрения касаемо происходящего на рынке. Мне интересна именно психологическая сторона ситуации. Это чит-лист с Уолл-стрит. Определённо, точка наибольшей финансовой возможности находится на стадии депрессии. А точка наибольшего финансового риска прячется где-то на графике эйфории. Где же мы находимся сейчас? Это может быть либо капитуляция, либо злость, либо депрессия. Давайте наложим на этот чит-лист график биткоина, чтобы понять, о чём вообще идёт речь. После этого действия лично мне больше кажется, что рынок проходит этап злости, а депрессия нас ещё ждёт впереди. Кто обваливает рынок? Почему правительство позволяет этому происходить? Злятся люди по всему интернету. В этот момент люди просто умоляют регулятивные органы наконец-то взять и выполнить свои функции. Хотя на самом деле необходимо просто понять, что регулировать этот рынок на данный момент практически невозможно. Биткоин ниже 5000 долларов. Ещё неделю назад кто-нибудь из вас думал, что нам придётся говорить такие слова. Особенно после месяцев стабильности, после того, как на горизонте замаячил бакты биткоин ETF. Я знаю, что медведи топили за 3-4 тысячи долларов за биткоин ещё с января этого года. Пусть наслаждаются теперь своим триумфом. Суровая реальность заключается в том, что никто точно ничего не знает. Даже те, кто ещё в январе угадал с прогнозами, просто попали пальцем в небо. Поэтому нам нужно обсудить три момента прямо сейчас. Но прежде всего я хочу сказать, что купил криптовалюту прямо на exchange sumo.com. Это мой мониторинг обменников, если что. Хотите поддержать меня, переходите по ссылке в описании. Первая теория. Это необычная коррекция рынка. Это результат схватки двух биткоин-миллиардеров, которые сливают свои биткоин-активы, чтобы финансировать дорогие, абсолютно несвоевременные хэш-войны. Если вы хотите узнать об этой первой великой криптовалютной войне 21 века, я оставлю ссылку на своё видео в описании. Там всё подробно и с самого начала расписано и рассказано. Сейчас в правом верхнем углу тоже вылезет подсказочка. Честно скажу, мне понравилось делать это видео, оно было интересным. Эта война причинила видимую боль криптовалютному рынку. Конечно, это только теория. Но последствия этой теории, если она кажется правдивой, негативно повлияют на решение одобрить биткоин-ETF. Я не хочу показаться медведем, но мы уже видели отказы ETF, а аргументы были простыми. Незрелый рынок, регулирование рынка по сути всё ещё невозможно, а манипуляции проводятся чётко и без особых усилий. Вторая теория – абсолютная противоположность первой. Одобрение биткоин-ETF теперь более вероятно. Но ты же только что совершенно другое говорил. Послушай, представь себе, что весь этот год был длительным нажатием на кнопку перезагрузки криптовалютного рынка. Цены, которые мы сейчас наблюдаем, в последний раз были в октябре прошлого года. Поэтому теперь у институциональных инвесторов не будет возникать ощущения того, что они пропустили этот криптовалютный поезд. Вспомнилась одна цитата, которая хорошо описывает данную ситуацию. Когда розничный инвестор пропускает поезд, он его пропускает. Когда институциональный инвестор пропускает поезд, он звонит машинисту и говорит «Слышь, приезжай обратно, меня забыл подобрать». Это отличная теория, особенно если учитывать время. Разве можно считать совпадением, что баг-ETF уже на носу? И третья, последняя потенциально возможная теория заключается в том, что на самом деле никаких заговоров нет. А всё дело в том, что криптовалюта была очень сильно перекуплена. Возможно, тезер был причиной того, что биткоин так сильно вырос. Или вина биткоина в том, что люди не могли продать его в декабре и январе, потому что нужно было ждать достаточно долго, прежде чем он дойдёт до биржи. В любом случае, всё произошедшее вполне может быть естественным явлением, а не манипуляцией. Хотя в это достаточно трудно поверить. И бонусная теория номер четыре. Все три теории происходят одновременно. Собственно, я оставляю право за вами выразить приверженность к одной из этих теорий в комментариях. А возможно, у вас есть своя. Множество людей шутило о том, что надо переходить в Ripple. Но после всего произошедшего, это уже не кажется шуткой. Сейчас Ripple всё-таки утвердился на втором месте, значительно опережая по капитализации Ethereum. Похоже, он там и останется. И это неудивительно, в этом году Ripple показал себя очень стойкой фигурой на шахматной доске. Если посмотреть в топ-30 монет, XRP упал меньше всех. Когда остальные падали на 30-60% за неделю, Ripple потерял только 11% стоимости. Поэтому все, кто перешёл из битка в Ripple, красавцы, поздравляю. Я хочу закончить это видео чем-то позитивным. Однажды меня спросили в комментариях, кем я вижу себя через 5 лет. Я буду делать YouTube. Не важно, что будет с криптовалютным рынком. Он может рухнуть в ноль. Или взлетит так, что я стану рублёвым миллиардером. Я всё равно буду делать YouTube. Потому что это моё хобби, которое мне нравится. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте в описание под видео, там будут интересные ссылки. Делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова